Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мы озвучиваем мои ответы с сайта, они в моих книгах. Открытым оком 30 томов. Где я вел занятия, в школах, в университетах. Это все осталось. Вопрос 3030, 15 том открытым оком. Как складывается жизнь тех, кто выражил? Не преследует ли их сатана? Вот здорово как. Так что, ответы я тоже читаю теперь? Да, за все надо платить. Темная сила всегда претендует на то, над чем он уже трудился. Вот, это дальше ты читаешь, пишет кто, и догадайся, кто это пишет. В школе я училась хорошо и очень любила читать книги. Однажды бабушка мне сказала, что у ее мамы была Библия, и в ней были пророчества о будущем. Мне очень захотелось найти эту книгу, и я пересмотрела всю библиотеку, но так и не нашла ее. Наверное, с этого момента Бог увидел мое еще тогда неосознанное желание прочесть Библию и начал вести к его исполнению. В шестых, восьмых классах меня начали мучить вопросы о смысле жизни. Неужели я родилась для того, чтобы выучиться работать, выйти замуж, родить детей, состариться, умереть, и чтобы меня съели черви? Мне это казалось абсурдом. Моя душа не хотела мириться с таким атеистическим учением. В голове перед экзаменами складывались какие-то странные молитвы, типа «Помоги мне, Боже, сдать экзамены, а я, когда умру, буду твоей невестой». О, как. Только когда я стала посещать богослужения, то узнала, что душа – невеста Христова. А тогда я о Боге, кажется, совсем ничего не слышала. Все мои родственники были неверующими, некоторые даже коммунистами. Но в такие минуты почему-то казалось, что Бог есть, и Он обязательно поможет. Когда я училась в техникуме, мы с девчонками все время хотели узнать о будущем. Гадали на картах, на блюдечке и так далее. Прости меня, Господи, я познакомилась с бабушкой, которая гадала людям на картах. Сначала она начала меня учить гаданию на картах, а потом, слава Богу, передумала. Она сказала, что мне гадать нельзя, потому что она ходит каяться в церковь и носит батюшкам варенье, солонину и другое. А я не буду каяться, и мне будет грех. То есть она бы научила, но заботит, что каяться не будет она. Она предложила мне лучше сходить в церковь и покреститься. В назначенный день мы пошли с ней в храм. Была зима, мне было 19 лет. Я заплатила за обряд крещения. Наверное, она была моей крестной. Обряд крещения мне показался каким-то диким. Мы ходили вокруг чана с водой, по ледяному полу, голыми ногами смотрели, как там плавают наши остриженные волосы. Храм был типа Покровского собора в городе Семипалатинске. Почитай Семипалатинске, чтобы окончание звучало. Семипалатинске. Вот так. Здесь я впервые услышала, что есть не только один бог, как я раньше думал, но еще какой-то отец, сын и святой дух, и еще Богородица. Но подробнее расспросить было некого, а к священнику подойти я боялась. Бабушка-гадалка сплела мне, стоя на коленях и читая сорок молитв, косичку из ниток и сказала, чтобы я носила ее как оберег. После этого я с ней больше не встречалась, но цепочку всегда носила на груди с крестиком. После одного смертельно опасного случая я купила иконы и молитва слов и выучила некоторые молитвы. Во время беременности я начала молиться Богу и не стригла волосы, боялась плохих примет. Роды у меня были страшно тяжелые, я была очень слаба, но испытала необыкновенное чувство, как будто на меня с неба свалился мешок счастья и любви к ребенку. Мне казалось, что мне больше никто на земле не нужен. Моя мама всю жизнь увлекалась экстрасенсами, бабушками и гипнотизерами и с раннего детства пыталась меня к ним приобщить. Я даже и не задумывалась, что это грех. В 1993 году было такое чувство, что времена последние и надо что-то предпринимать для спасения души. Я начал покупать разные книги и жития святых, нумерологию и как общаться с высшим разумом. Что можно искать Бога в Покровском соборе мне как-то и в голову не приходило. Однажды возле крытого рынка я увидела церковный киоск и стала задавать вопросы женщине, которая там торговала. Это была старая обрядка Пульхерия и она направила меня на партизанскую в их храм. Там побеседовали с их батюшкой, отцом Николой. Больше я к ним не пошла. Я пекла на кухне пирожки и слушала радио. Вдруг я слышу передачу «Терра инкогнито» с ведущим Павлом Лазовым. В ней выступал православный проповедник Игнатий Тихонович Лапхин. Он вдохновенно рассказывал о Боге, о вере, о Христе и приглашал на занятие по изучению Библии политехнический университет. Это был как раз день занятий. Я написала мужу записку, собрала дочь, ей тогда было уже почти 4 года, и мы пошли с ней на занятия. Это был переломный день в моей жизни. Стоял март-апрель 1996 года. Приехав в институт, я зашла в аудиторию, в которой сидели женщины в платках, в длинных юбках и мужчины с бородами. Я себя почувствовала немного неловко, но меня сразу обступили и стали доброжелательно беседовать со мной. Занятия произвели на меня сильное впечатление. Видно было, что проповедник Игнатий Тихонович Лапкин, ведущий занятия, хорошо знает Писание. Впервые в жизни я так понятно услышал о Христе, о замысле Божьем спасти людей. Можно было задавать вопрос на бумаге и тут же получить на него ответ. Даже моя дочь Таня иногда отрывалась от рисования и слушала внимательно, пытаясь разуметь, о чем речь. Помню меня. Очень тронуло стихотворение Игнатия Тихоновича о расстреле. Даже мороз прошел по коже. На втором занятии я приобрела первую в моей жизни Библию. Через несколько занятий Игнатий Тихонович предложил всем желающим написать заявление на крещение в озере с тройным погружением в воду руками священника, в результате которого смываются все прежние грехи и человек становится христианином. Я узнала, что мое прежнее крещение с мочением головы не было истинным и с радостью написала заявление. Когда я подошла к Игнатию Тихоновичу с заявлением, он спросил, ношу ли я украшения, мужскую одежду и крашусь ли. Я ответила, да. Тогда он сказал, что это грех и велел больше этого не делать. Мой внешний облик начал резко изменяться. Немного погодя, мне разрешили приходить на богослужения, которые проходили на квартире у одной доброй женщины Татьяны, так как своего храма у нас еще не было. Дочь моя, Танюша, уходила к самому алтарю и стояла там до самого конца службы. Я ее даже не видела по причине тесноты и многолюдства. Меня удивляло, откуда у четырехлетнего ребенка было столько терпения и желания молиться. Мне нравилось на службе и на занятиях, что меня окружают такие доброжелательные, ставшие мне вдруг такими родными люди. Священник отец Яким Лапкин был совсем не пузатым, как в Покровском соборе, с искренним выражением лица. К нему можно было запросто подойти под благословение и задать вопросы. Для меня это было все ново. Ты понял, кто это пишет? Нет еще. Давай. Узнав о крестной смерти Христа за наши грехи, о воскресении из мертвых, я обрела смысл жизни. Разобрав мое заявление о крещении, мне дали поручители Олю Унгаеву. Унагаеву. Унагаеву. Тебя букву-то глотаешь, как еврей. Она часто приезжала к нам домой, беседовала с нами, читала выдержки из Писания, отвечала на вопросы. Помню, как перед Пасхой на занятиях объявили о сборе крашеных яичек и куличей для заключенных в тюрьме. Это были мои первые уроки милосердия и любви к ближнему. В начале лета мы были приглашены с мужем в субботу на день рождения старшей Снохи. Снохи? Снохи. Ну ты знаешь, кто такой Сноха? Ну, там, по мужу или по жене как-то там кто-то. Ну что, прочитать не можешь слово Снохи? Когда я немного посидев, сказала, что мне нужно идти по делам, всю кровь встрепенулась и заголосила. Я знаю, куда ты собралась, в церковь свою. Ой, пропала Сноха, совсем с ума сошла. Что теперь с семьей будет? Я поспешила удалиться. Когда я пришла с богослужения, то застала мужа в угрюмом состоянии. Он рассказал, что вступился за меня и сказал, что я могу ходить в церковь, если считаю это нужным для себя. Тут мать еще больше стала кричать. Началась ссора, и старший брат кинулся на моего мужа Диму и разбил ему нос. А Дима сломал ему ребро. Не худо. Вот так восприняли родственники моего мужа мое обращение к Богу. Постепенно ему и муж мой стал недовольным относиться к моему хождению в храм и на занятия. Близилось время крещения. Я купила белый ситец и начала шить крещальные сорочки себе и дочери. В это время я поняла, что жду... Поняла, поняла. Поняла, что жду второго ребенка. Узнав, что мы поедем в деревню креститься в озере, муж совсем перепугался и начал ставить мне условия. Выбирай, или я, или Бог. Но, видимо, не поколебимое желание все же уступил и даже отвез нас на вокзал. На станцию с братьями и сестрами мы приехали ночью. Здесь нас уже ждали грузовик и трактор. Детей посадили в кабину, а мы ехали в кузове и радостно пели песни о Христе. Здорово. В лагере нас разместили в домиках-палатках. Ночью не спалось одум. На следующий день состоялся церковно-приходской совет из десяти человек, на котором готовящимся к крещению задавали разные вопросы и решали общим... Голосованием. ...общим голосованием, кто готов креститься, а кто нет. Срок моей подготовки был весьма мал, и совет сомневался, разрешить мне принять крещение или нет. Но моя поручительница Оля Унагаева вступилась за меня и сказала, что я жду ребенка, и что меня нужно поддержать, так как у меня неверующий муж, который может меня больше никогда не отпустить креститься. Решили. Как батюшка скажет, так-то мой быть. Свято-Анфимовский храм находится в расположенном рядом с лагерем поселка Потеряевка Мамонтовского района. Здесь живут только верующие люди, которые занимаются разведением скота и выращиванием сельскохозяйственных культур. У всех много детей. Вечером после службы моя была моя первая в жизни настоящая исповедь. И отец Аким допустил меня с дочерью до крещения. Начались радостные приготовления. На утро была пасмурная погода, и я боялась, что дочь Танюша во время крещения замерзнет и простудится. 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 Не глотай слова-то, пожалуйста. После службы мы пошли крестным ходом на озеро. На берегу стояла палатка для переодевания. Батюшка стоял в озере по пояс в ледяной воде и крестил. А мы подходили к нему по дощатому настилу и по очереди спускались по ступенькам в воду. У меня сохранилась фотография, где я стою босиком на этом настиле среди сестер и с надеждой взирая на небо, сойдет ли на меня Дух Святой. Моя поручительница Оля Унагаева согласилась стать крестной матерью для меня и Тани. Во время крещения Танюша испугалась и стала кричать. Леля приняла ее, вытерла и успокоила. Настала и моя очередь. Оля Унагаева-то, Леля уже ей. Чувство было такое, что вот сейчас забрал бы нас Господь, омытых от грехов, царство свое. Какое бы это было счастье. Особенно запомнилась радость крещаемой бабушки Евдокии Кузьмовны. Кузьмовны. Кузьмовна. Ну давай, Кузьмовна. Ну кто ж так говорит? Кузьмовны. Ну конечно. Вы же Кузьминична, Кузьмовна. Ну вот, ты считай, что есть. Которая умерла года через два после этого. Как она светилась счастьем и умиротворением, выйдя из воды. Наконец выглянуло долгожданное солнце. И мы увидели, как вода окрасилась в красный свет. Цвет. Отподнявшийся вверх красной глины с одного озера. Как будто мы омылись в крови Христа. А потом мы стояли с овечками на берегу. С овечками? С овечками. Ты просто дуришь, Никита, совсем уже. Откуда бы тут овечкам-то быть? Баран ты. Давай. И батюшка повесил нам на шею крестики. Вот теперь мы настоящие христиане. Несмотря на прохладную воду, погоду, никто из крестившихся не простыл. Даже моя слабая здоровьем дочь и батюшка, который стоял долго в холодной воде. Мы воспели Аллилуйя Богу и вернулись в православный детский лагерь Стан, где нас разместили. Здесь был праздничный обед. А потом детей катали на лошадях. Я решила пожить с дочерью в лагере неделю. Здесь был совсем другой уклад жизни, чем дома. Все делалось строго по режиму, с молитвой и послушанием. Утро начиналось с умывания, зарядки и молитвенного правила. Дочь моя зарядку упорно делать не хотела. Тогда Игнатий Тихонович взял ее за руку и поставил рядом с собой. И она тут же забыла все свои капризы. Лагерь у нас в деревне трудовой. Поэтому до обеда все трудятся на поле. Трудятся. Трудятся на поле, огороде, кухне и так далее. А после обеда в хорошую погоду мы ходили купаться на озеро. Мальчики и девочки строго отдельно, по очереди, с воспитателями. Отдыхали. И ходили в гости в деревню. Дети играли и качались на качелях. В лагере с детьми проводят различные занятия, в том числе и по слову Божию. За проступки разработана продуманная система наказаний. Наказывать может только начальник лагеря. Перед сном обязательная молитва. После отбоя полная тишина. Так прошла неделя. В пятницу был костер картошка, где мы пели песни о Боге. В субботу пришло время возвращаться домой. Мы ударили в колокол на прощание по 10 раз. И Костя отвез нас на мотоцикле на станцию. Всю дорогу до дома в поезде мы вспоминали скрестные пережитые впечатления. Танюшка спала? Спала? Может упала она? Спала? Спала? Ну спала, наверное, еще с тобой. Дома меня ждало серьезное испытание. После чистой христианской жизни как обухом по голове ударило. Мы жили на квартире за стеной у хозяйки. Когда я вернулась, она вызвала меня на серьезный разговор. И сказала, что поднимает нам кварплату сразу на 100 рублей. Со 150 до 250 рублей. За то, что муж в мое отсутствие пил, гулял, водил друзей и прочее, а потом ушел, оставив кран открытым. Ночью дали воду, и она лилась два дня и затопила весь под пол и пол. Увидев неладное, хозяйка разбила окно и залезла в дом, чтобы выключить воду. От ее рассказа мне стало плохо и чуть не случился выкидыш. Когда муж вернулся и стал уговаривать сделать аборт. Угрожал уйти к другой. Мои родители и свекор со свекровью тоже были против. Говорили, куда вам второго ребенка без своего угла? Я часто плакала. И когда пошла на обследование УЗИ, мне сказали, что головка плода сильно отстает по размерам от туловища. Перед службой в храме я подошла к отцу Якиму и со слезами просила его помолиться ребенке. Когда я пришла на следующее УЗИ, врачи были сильно удивлены, что у ребенка все в норме. Это снова было чудо Божие. Милосердие к нам грешникам. За период моей беременности было три поста, которые я все соблюдал. Петров, Успенский, Рождественский. Это я пишу для будущих мам, которые смущают словами. Которых. Что пост вредит для ребенка. Что пост вредит? Пост вредит для ребенка. Господь силен по вере вашей покрыть все недостатки. Когда подошло время рожать, я позвонила старшей сестре общины Татьяне Кузьминичне в 5.30 утра и сообщила ей об этом. Она обзвонила всех братьев и сестер, и за меня молилась вся община. Меня перевели в передовую палату. Предродовую. А, предродовую. Передовая палату. Вот еще ты. Такие глаза у тебя, говорят, большие. Здесь я расставила на тумбочке свои иконки и начала молиться. Дежурный врач, придя на обход, был сильно удивлен и решил, что меня перевели сюда по ошибке. Но я сказал, что если он сомневается, то пусть проверит, что он и сделал. Все шло как положено. Я и сама была удивлена и обрадована. Ведь мне было с чем сравнивать. Первые роды проходили очень тяжело и болезненно, а сейчас вся община несла меня на крыльях молитвы. Я совсем не чувствовала боли. К 9 утра пришла заведующая отделением и, увидя меня в таком хорошем настроении, предложила опробовать новую английскую методику. Подготовка к родам под душем. Там я простояла еще 2 часа. Потом она проверила меня и сказала, что я еще не готова к родам, а по времени уже пора. Безводный период был 8 часов. Нужно делать родовызывающий укол, а то ребенок может задохнуться. И во мне вдруг такая уверенность появилась, что все Господь устроит, что я от укола отказалась. Она мне говорит, ну смотри, через 20 минут не будешь готова, я все равно укол поставлю. Я вернулась в предродовую палату, а там уже четверо женщин лежат, и все они в таком ужасном состоянии. Кто кричит, кто стонет, кто в спинку кровати головой бьется, а одна так изумилась, что уснула. Я ее бужу, говорю, вставай, а то ребенка проспишь. А она, не могу, сил нет. Тут я думаю, как же без Бога-то людям плохо. И какая же я счастливая, что меня Господь нашел, и что родные братья и сестры за меня сейчас молятся. Затем за мной пришла заведующая и повела на осмотр. Сильно удивилась, что все со мной так быстро получилось. Отправила меня в рабзал рожать. Рожала я, на удивление, легко, быстро и не было больно. И ребенка мне сразу приложили к груди. Я попросила взять ребенка с собой в палату, и мне разрешили. Благодарю Бога за милость ко мне, грешной, и всех молившихся за меня. Через полгода мою младшую дочь Марию, отец Аким, покрестил тройным погружением в чане с водой в доме у Игнатия Тихоновича на Никитина 147. Ее крестной тоже стала Оля Унагаева. А еще через полгода у нас вообще не произошло самое радостное событие. У нас появился свой собственный храм, который назвали Крестовоздвиженским. Как же нам стало уютно и просторно теперь молиться. Во время богослужения все чинно, соблюдаются все каноны, звучит живая проповедь. Для детей есть воскресная школа, где с ними и занимаются. Рассказывают им о Боге, учат делать поделки. Готовят концерты к праздникам. Есть трапезная, где мы с дружной семьей собираемся на собрание после службы, занятия по Библии. Проводим свадьбы и поминки, церковные праздники. Встречаемся с гостями. Дежурим по храму сами. Мне было очень приятно, что мой неверующий муж Дмитрий сам сварил железную печь для храма. Теперь возле нее так любят погреться наши бабушки и детишки. Прошу всех читающих помолиться об его обращении к Богу. В общине у нас есть сестричество, забота о больных и посещение домов престарелых. Братья проповедуют в городе. Проходят годы. Наш крестовоздвиженский храм постепенно украшается. За последние три года наш наставник Игнатий Тихонович Лапкин написал и издал 22 книги. Так обильно благословил его Господь приготовить всем духовную пищу. А я, как мне кажется, топчусь в духовном развитии на одном и том же месте. Лень и суета поглощают нашу жизнь. Вот уже старшая дочь, ей почти 14 лет, перестала ходить в церковь. Дома она еще кое-как молится, но уже совсем другие у нее интересы. Правда, она пишет красивые стихи о природе. Младшая дочь еще ходит со мной, интересует и занятиями. Но что будет с ней, одному Богу известно, ведь дурной пример заразителен. Прости меня, Господи, что не умею правильно их воспитывать, горько видеть, как отпадают от Бога, уходят в мир братья и сестры, которые оказались почти святыми и непогрешимыми. Сохрани нас, Господи, в руке Твоей и верни отпавших на путь покаяния. В нашей личной жизни тоже произошли перемены. Мы приобрели, наконец, с помощью родителей долгожданное жилье, половину старого шлаколитого дома, а то 10 лет ходили по квартирам, сменили 7 домов. Страшно не иметь своего угла. На радость наша была недолгой. Оказалось, что за стенкой торгуют спиртом. Под окнами постоянно сидели пьяные компании. Было страшно выпустить детей во двор. Но, думаю, и здесь была рука Божия, так как мой муж Дима любил выпить, а вид этих опустившихся людей мог его оттолкнуть от пьянства. Мы проживали в этом доме 4 года. Прожили. А, мы прожили в этом доме 4 года. И за это время от пьянства здесь умерло несколько человек. А я старался многим из них говорить о Христе, особенно женщинам. И у них была возможность изменить свою жизнь. Но они не сумели и не смогли. Бог им судья. Может быть, по молитвам нашей общины, торгующих спиртом, с квартиры выгнали теперь, у меня за стенкой, живет моя лучшая подруга детства, Наташа, с семьей. Невозможно описать здесь все случаи, как чудесно Бог отвечает на наши молитвы. Даже, казалось бы, по мелочам, по великой своей милости к нам, грешным. Прибегайте к молитве всегда и полагайтесь на волю Божию. В заключении хочу написать о милости Божией, произошедшей с нами 19 февраля 2006 года, в день крещения Господня. В храме мы в этот день не были. Я забрала свою младшую дочь Машу за школой, и мы пошли домой. Нажали на кнопку светофора, загорелся зеленый свет, и машины притормозили. Мы дошли до середины дороги, как внезапно я почувствовал сильный удар. Мне было ни страшно, ни больно. Была лишь секундная потеря сознания. И вот я уже сижу на обочине, заботливо принесенной людьми. Оглядывая себя и ребенка, вроде бы сильных повреждений нет. Только у нее порванная верхняя губа, а у меня нижняя, и передний зуб выбит. Вот так ювелирно Господь попустил машине типа скорой помощи сокрушить зубы нечестивых. Первая мысль, которая пришла мне в голову. Слава тебе, Господи, как легко отделались! Шофер, сбивший нас, испугался больше, чем мы. Исправь, Господи, пути наши, а то скоро совсем есть нечем будет. Скоро близится объединение РПЦ с РПЦЗ, к которым относится наша община. Страшно даже подумать, что принесет оно нам, какое может быть соединение с нечестивыми. Сохранит ли Бог нашу общину, священника, деревню и православный лагерь? Или, может, мы и будем катакомбными христианами? Только спаси нас, Господи, от отступления от Тебя и малодушия. Вот этот длинный рассказ в моей жизни я смогла написать благодаря тому, что, по милости Божией, работаю теперь ночным сторожем в уютном месте. Я устроилась сюда, чтобы днем быть дома с детьми, отводить и забирать со школы. Здесь я могу читать душеполезные книги, слушать проповеди по магнитофону и одновременно шить и вязать, спокойно молиться. Политыкина Елена Валерьевна Байбродова, Еремия 48, 26. Напойте его пьяным, ибо он вознесся против Господа, и пусть Муав валяется в блевотине своей и сам будет по смеяниям. Вот, я так и знал. Господь как делает, это человек, который ничего не знал, и Господь его находит. Вот мы сейчас посмотрим, пока не включаю, сейчас, может быть, я покажу еще одно дело. Вот посмотри, звук и видео. Даши, что такое? Потеряю в интервью, вот здесь интервью, посмотри, где здесь. Селена Политыкина. Где-то. Вон она, вторая снизу. Вот это. Посмотри, где интервью. Нет, вот она, выше, 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 выше. Вот она, Анна Петровна Вдобина, нет? Нет, вон она, вон, посередине колонка, которая внизу. Слева? Внизу, посередине колонка внизу. Вот здесь, посередине. Ну вот она, вот она, Селена Политыкина. Ты сам выключил, что ли? Нет Ну, смотрите, с ней интервью было Вот Как теперь ее? Ну-ка Ляше, что-то надо делать Ну, надо скачать надо Как, скачать надо сначала? Да Ну, скачай Как скачать? Ну-ка, давай, сейчас посмотрим Это ее интервью было Интервью, которая получила много отзывов А, тут 5 минут нужно ждать уж Что, за 5 минут? 4 минуты нужно ждать Да что ж такое А по-другому никак нельзя? Никак А тут она не говорит? Нет Ну, тогда мы отошлем прямо на наше Вот здесь А как-то можно дать, чтобы посмотрели где? Ну, вот смотрите Это что у нас? Вы можете назад нажать Да нет, вот, посмотрим Это вот наш Во свете Библии Православный убийский сайт Вот, найдите его А потом здесь нажимать Звук и видео Нажать Ну, а здесь теперь уже в конце Вот она и есть Вот она Селиной Политыкиной ВТРК Павел Назовой Очень хорошее А почему не слышно Я не знаю Обычно тут можно было Ну, все тогда Это никуда Не пойдет такое дело Ну, все тогда